За 2017 год на территории Забайкальского края родилось 14,5 тысяч детей. По статистике в день по 39 новорожденных. За первые 10 дней 2018 года на свет уже появилось 289 ребятишек. По итогам новогодних праздников консультации к беременным женщинам было проведено, беременных женщин через Центр медицины катастроф, 48. Из них 10 беременных женщин были вывезены из районов края для родоразрешения в краевые лечебные учреждения, потому что у нас работает маршрутизация. Женщины, которые имеют среднюю степень, высокую степень перинатального риска, должны родоразрешаться в лечебных учреждениях 2-3 уровня. Все роды у нас прошли успешно, все дети у нас живы. Краевой перинатальный центр работает с женщинами, беременность у которых проходит непросто. Однако новый 2018 год здесь встретили в штатном режиме и даже приняли четверо родов, двое из которых прошли с помощью кесарево сечения. Новогодние праздники у нас прошли в абсолютно штатном режиме. За эти дни у нас было 53 родов, родилось 57 ребятишек, потому что за эти дни было 4 двойни. Но 9 детей у нас попало в отделение реанимации. Все эти детки недоношенные, все, слава Богу, живы. И один малыш у нас родился 31 декабря с массой 600 грамм. Ну тоже все, не будем загадывать, все неплохо. Ольга Шестакова стала мамой 18 декабря прошлого года. С супругом они планировали родить дочку, а получили сразу три. Малышки родились на седьмом месяце беременности. Врачи говорят, для тройни это приличный срок. А потому девочки быстро набирают вес и в скором времени готовятся к выписке. Настя, вот самая первая, она у нас самая шустрая получилась, самая такая бойкая. Лиза вот вредничает. Ей тут побольше досталось, она у нас немножко отставала, догоняла везде. Василиса, это совсем у нас спокойная будет. Поляживается, накормим, лежим, спим. Статистика рождаемости в Забайкальском крае пока немного снизилась. Показатель неплохой, но меньше, чем за аналогичный период 2016 года на 1400 ребятишек. Правда, в Министерстве здравоохранения уверены, это ненадолго. И считают, что нововведение в демографической политике страны, предусматривающей оплату за первого ребенка, мотивирует женщин на счастье. Анна Хвостова, Дмитрий Пенигин. Время новостей. Продолжение следует...